всем здравствуйте приветствую вас на своем канале русские на канарах в этом видео хотел затронуть тему денег расскажу вам сколько мы как семья тратим реально в месяц для того чтобы прожить в испании сколько нужно зарабатывать денег нас когда-то тоже интересовал этот вопрос но конкретного ответа мы не получали поэтому сейчас расскажу вам именно реальные цифры сколько нужно зарабатывать денег так что оставайтесь на моем канале кто еще не подписался подписывайтесь пишите свои комментарии и ставьте обязательно свой лайк итак начинаем итак наша семья состоит из четырех человек муж я и двое детей маленьких работает только муж так как мне приходится сидеть дома с детьми кто в школу кто в садик поэтому я пока не могу работать и поэтому мы не живем богато мы стараемся жить посредством на те средства которые зарабатывает наш муж основной статьей наших расходов является аренда жилья мы здесь арендуем квартиру у нас нет своего собственного жилья и хочу вам сказать что в испании аренда жилья это не дешево мы нашли жилье и арендуем его за 420 евро в месяц в эту сумму входит как аренда самой квартиры так и уже оплата всех услуг услуги имеется в виду электричество и вода все входит в эту сумму 420 евро можно сказать что это нам повезло потому что здесь довольно таки все дорого стоит минимальная цена 400 евро за жилье еще нужно отдельно оплачивать электричество и воду в среднем это 50 60 евро в месяц это средняя сумма но цены на жилье гораздо выше здесь 400 евро это еще такая средняя цена если вы еще найдете дешевле то можно сказать что вам вообще очень повезло есть может быть какие-то знакомые вам сдадут это жилье подешевле а здесь цены 500 600 700 и выше и так значит оплачиваем жильем за 420 евро как я вам уже сказала немаловажная часть расходов это проезд на транспорте в лас пальмасе и вообще в европе мне кажется не дешевый проезд и в среднем мы тратим в месяц мой муж ездить на работу мне и моему старшему сыну мы тоже покупаем проездные у нас выходит в районе 75 евро другая часть расходов составляет сейчас в наше время это оплата интернета оплата связи мы в месяц оплачиваем 44 евро высокоскоростной интернет у нас есть вай-фай в доме и также включена туда стоимость телефона мобильного мужа и домашний телефон все это входит в эту стоимость 44 евро здесь очень много разных телефонных компаний есть дешевле есть дороже но мы вот нашли в такой ценовой категории нас пока устраивает также отдельно мы оплачиваем мой телефон еще плюс 10 евро и того значит за телефон у нас уходит 54 евро в месяц также для того чтобы нашему сыну было чем заняться летом так как сейчас каникулы то мы его решили отдать на занятия футболом и на занятия плавания все это оплачивается по раздельности у нас есть специальные центры спортивные для этого футбольные клубы за футбол мы платим 18 евро за плавание также платим 18 евро также мой муж а для того чтобы держать себя в форме так как он физически работает ему нужно сохранять свою физическую силу он записан на фитнес и тратит в месяц 32 евро в итоге получилось что на то чтобы заниматься спортом нашей семье нужно 32 евро плюс 36 получается 68 евро также следующая статья расходов это покупка каких-то лекарств медицинское обслуживание у нас бесплатное в центре де салют то есть это поликлиника нас обслуживают бесплатно мы за это не платим но бывает так что если что-то мы заболеем нужно купить какое-то лекарство ну где-то мы в среднем посчитали что у нас уходит в месяц 20 евро иногда меньше иногда больше ну где-то в среднем 20 евро пищи а теперь поговорим о самой такой тоже одной из важнейших частей расходов это траты на продукты питания в среднем в неделю уходит не меньше 100 евро если будешь питаться и покупать только самое необходимое никаких излишеств особых значит где-то 400 евро в месяц среднем на такую семью как наша но я так поняла что все-таки 400 евро это только в десину если придерживаться очень и очень строго покупать только все необходимое но часто мы все равно выходим из этого бюджета и я думаю что где-то 500 евро это та сумма в которую можно достаточно хорошо питаться здесь живя в испании покупать и мясо и сладости и овощи и фрукты все что необходимо для жизни подвожу итоги в этом видео среднем наша семья тратит в месяц тысячу евро но это если жить скромно и стараться именно влазить в этот бюджет но оптимальная зарплата здесь для жизни в испании конкретно здесь на канарах это 1200 евро этого будет достаточно для такой семьи как у нас из четырех человек но если жить скромно как мы то на 1000 евро можно прожить тоже надеюсь это видео было для вас полезным информативным пишите свои комментарии всем пока пока до новых встреч